Здравствуйте, уважаемые подписчики! С вами снова сегодня Fight 546-й. В сегодняшнем обзоре я хочу представить вам фигурку из игры Assassin's Creed 3. Которая шла в коллекционном издании Восстание. Это Коннор, стоящий на скале и сзади него развивается американский флаг. Да, фигурка такая, которую на многие уже обзоры снимали, я, конечно, не исключение. Можете сказать, что я повторюшка, то, что повторяю обзоры, но фигурка того стоит. Да, она не исключение, потому что по Коннору их уже довольно много сделали, но давайте приступим к подробному рассмотрению фигурки данной, потому что Коннор, он того стоит. Индейц, мага, в который шел к своей четко поставленной цели. Сын Хейтема язык, кто не помнит, кто такой Хейтем, скажу вам, что это сын Эдварда Джеймса Кенуэ, бывший ассасин, который переменется к тамплиерам. Вторым перебежчиком считается официально, кто был ассасином, стал тамплиером Хейтем Шей Патрик Кормак, герой игры Изгой, который выходит 13 ноября. Здесь перед нами представлен Коннор, который готов к атаке. Данной фигурке вынимается магавка, выполненная в виде знака ассасина. На магавке кровь. Что мы еще можем смотреть? Лицо у Коннора скрыто капюшоном. Сантиметр фигурка примерно от 29 от 25 до 29. На капюшоне мы видим традиционный орлиный клюв. Орла. На поясе виден знак ассасина. Пояс красный. Заклепки все детально проработано. Колчан не вынимается. Пистолеты можно вытащить. Было бы даже уникально сделано, если бы вот этот меч был вытаскиван, а не спаен. Коннор это единственный ассасин, у которого клинок сделан как нож. То есть коннор может использовать клинок как нож. Бичевая веревочка тоненькая. Что еще можно сказать по данной фигурке? Качество проработки на высшем уровне. Следы крови. Белый снег. Фалты плаща. Сделанные тоже качественно. Стоит отметить, что свой костюм Коннор получил от Эхилеса Дэвид Класс. Знатого ассасина, который назвал Конно Рандухен Гиду в тесть своего погибшего сына Коннора. Да, да, да. Каждый мешочек это все довольно скульптурно сделано. То есть, если вы не играли в Ассасин Крит 3, поиграйте и поймете, что я абсолютно прав в отношении серии Ассасин Крит 3. Вообще серии Ассасин Крит. И хочу сказать то, что игра довольно интересная, но муторно проходите. Если вы играете на тормозящем компе, как у меня было, то поймете, что не так уж и весело играть в эту игру. тут мы видим надпись Ассасин Крит, Ubisoft, и, конечно же, одну стандартную надпись, что сделано Made in Chino. Но хочу сказать, повторюсь, то, что это да, Chino, но высококачественное. Флаг у нас крепится на вот такую маленькую длинную тоненькую палочку, которая свободно болтается. Втыкается эта палочка у нас. втыкается эта палочка у нас сюда. Флаг у нас выглядит вот таким образом. Он у нас болтается сзади спины Конора. Подсумки все выполнено качественно. И не остается сказать, что с вами был Fype 546. Подписывайтесь на мои каналы, ставьте лайки и пишите новых обзоров. До свидания.